Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы попали на канал модной истории с Натальей Ксенчак. Сегодня нам недостаточно интересные предметы, пару слов о них скажу, прежде чем мы приступим к теме. Это блузка, которую я перешивала из винтажного платья. Платье было мне слегка великовато, пришлось немножко ушивать область шеи, то есть область горловины, ушивать по своему размеру, декорировать кружевом и украшать вот такими продолговатыми бусинами. Ну и во-вторых, эта шляпка собственного изготовления с перьями, с фатином, мне кажется, отлично выглядит и отлично подходит к нашей сегодняшней теме. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему дизайнеров привлекает кладбище как локация для фотосессий, для показов, а еще я расскажу о том, как один бренд создал одежду, в которой не стыдно лечь в гроб. Пару лет назад интернет бурно обсуждал фотосессию, которую устроили две девицы на кладбище. Одетые во все черное, они извивались на надгробных камнях, обнимались и закидывали друг на друга ноги. Насколько можно было понять по их одежде, девушки причисляли себя готической субкультуре, у которой особые отношения с местами захоронений. Сама знаю, потому что была готова в подростковом возрасте и любила прогулки по кладбищам. Насколько богохульными являются пошлые позы девушек на кладбище, разбираться не будем. А вот дизайнеры и модные фотографы давно заприметили место захоронения как скандальную локацию для своих проектов. Вот в 2005 году организаторы шоу Топ-модель по-американски выкопали могилу и заставили позировать в ней моделей, ассоциирующихся с семью смертными грехами. А вот в 2012 году модель Коди Янг снялась для новозеландского издания Black Magazine. Вместе с фотографом Томом Кером она прогулялась по кладбищу. В том же 2012 году редактор модных журналов Карин Ройтфельд продемонстрировала на страницах издания CR Fashion Book провокационный фотопроект. На одном из снимков фотографа Себастьяна Фаена изображена модель Джульетта Инглебай, дефилирующая по кладбищу в цветочном венке и развивающийся на ветру прозрачной накидки вуали. Рядом с ней трое слуг, облаченные в черное. Почему кладбище привлекает деятелей моды? Если разобраться, то мода и смерть идут буквально рука об руку. Индустрия моды во всю мощь эксплуатирует боязнь смерти и желание быть вечно молодым. Чего только стоит одна реклама косметических препаратов против морщин, уколов ботокса, виниров, которые все еще демонстрируются на идеальных моделях. Да, течение бодипозитива дает свои плоды, на подиумах и в рекламе можно увидеть пожилых людей. Но все же массовым явлением это вряд ли станет. Ведь ученые вовсю ищут способы продления молодости. В 2005 году Татьяна Толстая высказалась так. В гламурном мире бабушка, если она не Коко Шанель, не водится. И по делам. Не будет же бабка набрасываться на новую помаду, неощутимую на губах и поражающую игрой переливов и отблесков. Но главный минус бабушке то, что она своим видом напоминает о старении, о недолговечности красоты и, наконец, о смерти. Кукольные лица моделей не похожи на живых, реальных людей. Они слишком идеальны. Они законсервированы, как забальзамированные трупы. Также тема смерти является несколько табуированной в нашей жизни, так как она несколько запретна. Да, в принципе, никто из нас особо не хочет задумываться о своей кончине. И, конечно же, как все эпатажное, скандальное, запретное, тема смерти вдохновляет дизайнеров и деятелей моды. И если фотографы выбирают кладбище в качестве локации для своих фотопроектов, то дизайнеры иногда устраивают показы на земле усопших. Круизная коллекция Гуччи 2019 года. Креативный директор Гуччи Алессандро Микеле решил порассуждать на тему взаимоотношений религии и моды в круизной коллекции 2019 года. Микеле давно тянет к темам смерти из-за гробной жизни, грехов и их искупления. Поэтому в качестве локации Алессандро выбрал древний романский некрополь Аликамп во французском городе Арле. Показ начался после наступления темноты. Повсюду на кладбище были расставлены свечи в старинных канделябрах. Загадочность атмосфере придавали огненные полосы и туман. Идея состояла в том, чтобы показать максимальную красоту загробной жизни, сказал дизайнер коллекции и вывел на подиум монахов, ангелов, священников и волшебниц. Тема некрополя, церемонии отпевания и погребения, скорби, безрелигиозной атрибутики обойтись не могла. Модели были облеплены католическими крестами, усыпанными жемчугами и камнями. Они были на груди, в руках, угадывались в декоративных элементах, вроде брошей и шевронов. Неприлично роскошные украшения указывали на тему расточительности церкви. Был намек и на праздную, полное удовольствие жизнь некоторых священнослужителей. На некоторых вещах можно было увидеть название Chateau Marmont Hollywood, расположенного в Лос-Анджелесе. Там в середине прошлого века голливудские звезды первой величины чего только не вытворяли. В руках некоторые модели несли цветы, а одному парню достался плюшевый медведь, которого он небрежно тащил за лапу. Все это похоже на дары усопшим, которые обычно приносят на кладбище. Здесь можно было увидеть головные уборы с перьями, маски, напоминающие остроносые маски врачей во время эпидемий, и сумки, похожие на орудия средневековой пытки, ну или на БДСМ-игрушку. А на одном парне была зловещая кукольная маска, словно грим забальзамированного трупа. Показ бренда Rodate сезона «Весна-лето 2019». Территорию Нью-Йоркского мемориального кладбища в качестве локации для показа своей коллекции выбрал и бренд Rodate. В сезоне «Весна-лето 2019» он представил коллекцию зрелищных нарядов, которые ассоциировались с театром больше, чем с современной модой. Платье и стюля с капюшоном на средневековый манер и драматичные комплекты с аппликациями в виде цветов или расшитые пайетками. Как позже сказали дизайнеры бренда, наблюдая за развитием моды, они хотели замедлить ее быстротечность, создав вещи вне времени. И вправду, их коллекции сложно привязать к какому-либо тренду – бесконечные оборки, шелковые ленты, цветочные рисунки и нашивки, кружево, фатин, пышные юбки и обилие бантов. Платья Rodate походили больше на произведения искусства. Практически к каждому образу прилагалось украшение из серебристого или золотистого металла в виде цветков, птиц, волн и абстрактных фигур. Браслеты, серьги, колье и ободки были инкрустированы цветными камнями и прекрасно дополняли наряды из новой коллекции. Также для всех моделей дизайнеры заготовили живые цветы. Их стилисты вправляли девушкам в прическе и закрепляли на фатине, покрывавшем головы многих из них. Живые розы красиво сочетались с теми, что были вышиты на вещах. Прекрасным сопровождением к показу стал неумолкаемый дождь, который истекал романтичными каплями по металлизированным тканям и просачивался сквозь кружево. Коллекция одежды для гроба. В октябре 2016 года английская компания Last представила коллекцию, которая называлась «Через мой труп». Эта коллекция представляла собой одежду, обувь и аксессуары, которые люди хотели бы видеть на себе после смерти, то есть надеть в гроб. Эта коллекция была вдохновлена опросом британцев, в ходе которого выяснилось, что 85% жителей Великобритании задумываются о том, во что бы они хотели быть одеты, лежа после смерти в гробу. Говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду. Мы с этим согласны и поэтому продолжаем эту идею. Смерть слишком длинна, чтобы надевать на себя неправильный наряд, пояснила Кэтрин Ормирот, директор компании Last. Компания отобрала 40 вещей, которые наиболее на их взгляд соответствуют общим представлениям об идеальном наряде для покойника. А чтобы продемонстрировать эти наряды наиболее аутентично, компания наняла бледно выглядящих моделей, которые позировали для фотосессии прямо в гробах. Напишите, что вы думаете по поводу этой темы, насколько это вообще уместно использовать места захоронений в качестве модных локаций. Мне кажется, что подобное очень сложно представить где-то у нас в России, потому что у нас, с одной стороны, очень суверное отношение к кладбищам, с другой стороны, наши кладбища неухоженные. Давайте обсудим, обязательно пишите, что вы думаете. Ну, а если вам понравился ролик, если он был вам интересен, то обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. Ну, а с вами была Наталья Ксенчак, всем до встречи, дорогие друзья, и пока! Субтитры подогнал «Симон»!